Добрый день, дорогие друзья, Евгений Гордеев из славного города Героя Смоленска С вами, друзья мои, сегодня глава Следственного комитета Российской Федерации Генерал Бастрыкин Александр Иванович, давая интервью одному известному изданию Сказал, что необходимо ограничить, заметьте, а не прекратить вообще Демонстрацию сцен насилия и жестокости на телевидении Ну, я думаю, что он, значит, имел в виду и интернет тоже Если это возможно, значит, на интернете ограничить Или вообще прекратить, так сказать, трансляцию на Россию Он сказал это под впечатлением поездки в Пермь Где, как мы знаем, 20-го числа стрелок, молодой, 18-летний Ворвался в свой университет, государственный Пермский университет И расстрелял несколько человек Значит, по одной информации погибло 6, по другой 8 Ну, я думаю, что 2 скончалось, просто 6 это на месте погибли, видимо А 2 скончались впоследствии в больнице И около 43 человек, значит, еще потерпевших Ну, Бастрыкин предложил ограничить По его мнению, это поможет защитить молодежь нашу Ну, я не только думаю о молодежи Мы с содроганием, так сказать, смотрим Ведь с экрана нашего телевизора льется бесконечный поток крови И мы не говорим, так сказать, даже о зарубежных каких-то боевиках, так сказать Или мультфильмах страшных Японских, американских и так далее Но мы говорим о наших сериалах Посмотрите Ведь там не умолкают автоматные очереди, пистолетные выстрелы Значит, льется кровь Режут и ножами, и топорами рубят, так сказать, друг друга И чего только там нету Наши сериалы эти Ну, про ментов Значит, он призывает Видимо, и наши сериалы, так сказать Ограничить Я думаю, что вообще-то, честно говоря Предложение у него правильное И, наконец-то, неужели, так сказать, надо было дождаться Пермского стрелка Чтобы у главы такого ведомства Как Следственный комитет Российской Федерации Где и так, так сказать, постоянно Дела-то о чем, в основном? Как раз о вот этом вот Об убийствах Порой, значит, серийных убийцах О насильниках и так далее Где, так сказать, сцены жестокости насилия На бумаге, значит, каждый день Десятками видны Со всей России И неужели надо было дождаться Пермского стрелка Чтобы сделать такой простой вывод Но это же не значит все равно Что предложение Его будет тут же кем-то исполнено Тут же, значит, сядет наша Новый состав Думы нашей Совет Федерации Значит, президент озаботится в бункере И, значит, примут тут же решение По ходу о том Что хватит молодежи И всем прочим Показывать сцены насилия Аморальные какие-то сцены И так далее Вот По мнению Бастрыкина Это поможет защитить молодежи От опасных От опасной разной информации Вот Он давал интервью Как я вспомнил Телеграфному агентству ТАСС Телеграфное агентство Советского Союза ТАСС Ну, может, оно сейчас не так Расшифровывается Так аббревиатура Я не знаю Значит, он буквально сказал Что следующее Что необходимо ввести Ограничения На демонстрацию На общедоступных Федеральных каналах Сцен насилия Жестокости Различных проявлений Аморализма И безравственности Исключить Различный Ток И реалити-шоу Дессоциализирующие Молодежь Вот так вот Цитата Такая Ну, знаете Общедоступные Федеральные каналы Я думаю Молодежь Ни хрена И не смотрит У них есть Что смотреть Перед ними Значит, айфоны Смартфоны Перед ними Планшеты Перед ними Ноутбуки И так далее Там подобные Средства информации Которые Значит Предоставляют им Огромную возможность Обращаться Так сказать В интернете Значит На любые Каналы И любую информацию Смотреть Поэтому тут Так сказать Этим не ограничишься Просто Бабушки Может быть И дедушки Которые Поставив Мозолистые Пятки В Тазик С горячей водой Значит И лузгые Семечки Смотрят Наше Центральное Телевидение Доступные Так сказать Для них Каналы Ведь есть же Недоступные Мы знаем Что не у всех Так сказать Стоят эти тарелки Там Или другие формы Какие-то Другие провайдеры Значит Подают им На тарелочки Эти Сериалы Крывавые Вот У кого-то Значит Идет 4 программы У кого-то 8 программ И так далее Так вот Если на этих 4-х Или 8-ми Программах Ограничить То Не достигнем Мы той цели О которой Мечтает Вот О которой Говорит Глава СК РФ Вот Он также заявил Я имею в виду Он Бастрыкин О необходимости Принятия Дополнительных мер По защите молодежи От информации А какие дополнительные От информации Угрожающие Ее благополучию Безопасности И развитию Да Развитию Много чего мешает Но Что такое Дополнительные меры Это значит Есть какие-то Меры Или будут еще А к ним еще И дополнительные Почему сразу Не принять Весь комплекс мер Разработать И принять Причем Разработать Не только то Что Александр Иванович Бастрыкин Посчитал Необходим У меня Вот один Комментатор Не комментатор А мой Видимо Подписчик Прокомментировал Огромную программу Так сказать Выложил Что надо делать В России Для того Чтобы Прекратились Вот такие Вот Чтобы Не стало Таких стрелков Не было Вообще Так сказать В памяти Таких стрелков Понимаете А Бастрыкин Так сказать На ходу Дал интервью И вот Давай Будем делать Нет Я думаю Эта программа Должна быть Огромная И всесторонняя Охватывающая Все сферы Так сказать И информационного поля И все сферы Нашей жизни Вообще Начиная От рождения Так сказать И до смерти А не просто Так сказать До 18 лет И все Вот Бастрыкин Добавил Что Надо Предупреждать И пресекать И раскрывать Преступления Связанные С манипулированием Сознанием граждан Манипулирование Сознанием граждан Ну и представляете Это как раз То Что сейчас Происходит И в сфере Борьбы С коронавирусом Манипулированием Сознанием И прочее Зомбирование Вот это Вот так сказать Которое по ящику Мы наблюдаем Так сказать Ежедневно Ежечасно Вот В том числе Несовершеннолетних И через социальные сети Вот он наконец-то Упомянул Социальные сети Значит Я вас уверяю Друзья мои Что На этот Потребуются Огромнейшие Деньги И они найдутся Они есть Так сказать Но Как они будут Истрачены Мы с вами знаем Значит Мы знаем с вами Что больше 230 Что ли Уголовных дел Только по одному Строительству Космодрома По-моему Если я не ошибаюсь В количестве Посколково Сколько Похищено И так далее И тому подобное Значит Помнится Огромную сумму Значит На При инфляции Там Предыдущий Выделил Президент Банкиром Значит И ничего не дошло До простых граждан Значит Все осело В этих банках Переведено было В офшоры Поэтому Так сказать До Таких Стрелков Будущих Если они Уже подрастают Ничего не дойдет Как было Так и есть И будет Так Понимаете То есть Это Как раз Вопрос Уже И к Александру Ивановичу Бастрыкину И к его ведомству Ребята Почему вы Не привлекаете Не возбуждаете Дела И не привлекаете К уголовной ответственности Тех Коррупционеров Которых нам Повседневно Значит Показывают И Фонд Навального Так же Ох извините Так сказать Это Слово ругательное Уже даже Президент его не произносит Навальный Это нарицательное имя И сейчас Значит Все что связано С Навальным Значит Просит Россию убрать Так сказать С разных Сайтов С разных сетей И так далее Значит Все что связано С его Антикоррупционным фондом Этим И так далее Но все равно Факт остается фактом Нам говорят Вот такой-то Значит Такому-то Подарили Значит Особняк За семь с половиной Семь с половиной Миллиардов рублей В Подмосковье Да ничего Значит А такой-то Значит Имеет В Тоскане Где-то В Испании Значит Виноградники На острове Значит На Плес На Волге Имеет Значит Виллу Офигенную Значит С трамплином Куда Куда Снег Завозит Так Сказать Зимой Покупает Снег Когда Снега Нет И так Далее И ничего Все шито Крыто Понимаете Все шито Крыто Вот Отсюда Все Произрастает Вот Чего Надо Начинать И чем Надо Заканчивать В конце Концов Вот И Значит Он Говорит Что Многие Молодые Люди Уходят С головой В интернете В компьютерные Игры Ну Это Касается Наверное И Пермского Этого Стрелка И напрочь Забывают О реальной Жизни Значит Они Забывают Значит Они Там В танчики Сражаются Они Там Рубят Друг Друга Кровь Летит По стенкам И потолку И так далее И В конце Концов Они Из этой Жизни Интернет Жизни Свободно Переходят Грань Переходят В Жизнь В нашу Реальную И продолжают Также Здесь Стрелять Уже По живым Людям Бастрыкин Говорит Опять Цитирую Необходимо Стремиться К тому Чтобы Дети И подростки Научились Различать Как писал Владимир Маяковский Что такое Хорошо А что Такое Плохо Да Слушайте Через 20 лет Правления Нынешней Власти Опять Вернулись К Владимиру Владимировичу Маяковскому Пролетарскому Поэту И Решили Посмотреть Научить Опять Детей Что такое Хорошо Что такое Плохо Вы уже Научили Друзья Мой И Опять Вам Водом Доверия Отпущен Если Отпущен Потому что Многое Говорит О том Что Не Единая Россия Победила На выборах А молодежь Она такая Молодежь Наша умная Она все Видит Не все Сидят Носом Отмуж В интернет А многие Интересуются Реальной Жизнью А чего Интересоваться Если Допустим Молодой Человек Выходит Смотрит Что Чья-то Дочка Или Чей-то Сынок На Роллс-Ройсе Подкатил Или На Ягуаре Стоимостью Несколько Сотен Тысяч Евро А он Себе Не может На Велосипед Значит Накопить Или Заработать Понятно Значит Что Какие у него Так сказать Возникают Эмоции И ассоциации Он говорит Бастрыгин Для этого Необходимо Активнее Распространять Социальную Рекламу Социальную Рекламу А какая Социальная Рекламу Типа Помоги Ближнему Или Значит Направь Свои Нечестно Заработанные Деньги На Помощь Сиротам Меня Всегда Убивало Что Значит В каком-то Глянцевом Журнале Значит На Несколько Страниц Показывают Как живет Допустим Пугачева С Галкиным Дворец Этот Галкина За 17 Половины Миллионов Долларов Которые Типа Он Для Аллы Построил И В деревне Грязь Кстати А Заворотами Значит Действительно Грязь Российская И Мразь И Значит Показывают Все вот Эту Роскошь Эту А Где-то Там В уголке Значит Три На Четыре Фотография Такого Лысого Младенца Лысого Не от Того Что у него Волос Вообще Нету При рождении От Рождения От Того Что Ему Уже Химию Два Три Раза Делали Так Скать Облучили Потому Что у Него Рак И Просят Значит Людей Собрать По 100 По 50 Рублей Пенсионеры Посылают И В конце Значит Мелким Мелким Петитом Набраны Значит Имена И фамилии Тех Кто послал Эти 50 Целая Страница Значит А Почему Бо Значит Не Сказать Этим же Галкиным Пугачевым Киркоровым И так далее Ребята Мы Вот Вам Делаем Там 3-5 Страниц В Лянцевом Журнале Рекламу Показываем Как И тут же А вы Значит Оплачиваете Лечение Вот этого Малыша Который Вот Внизу Значит В уголке Вашей страницы И мы Напишем Большими Буквами Не пяти Там Что А деньги На лечение В сумме Такой Выделили Там Такие Такие Пригожины Пригожины За своей Супругой Например Вот Надо пропагандировать Здоровый Образ Жизни Здоровый Образ Жизни Надо Не Пропагандировать Надо Его Вести А как Вести Здоровый Образ Жизни Когда Приходишь В магазин А там Тебе Продают Значит Какую-то Курицу Так сказать Замоченную В хлорке Или Значит Цыпленка Выращенного Вот От такого Вот Желтенького Комочка И до Такого Бройлера По колено Значит За две Недели На каких-то Химических Кормах Там мы Или яйца Сваришь Крутую А оно внутри Зеленое Вонючее Вместо Желтка Какой-то Зелепок Занятие Спортом Давайте Распространяйте Так сказать Заниматься Будем Заниматься Будем Спортом Будем Вести Здоровый Образ Жизни Когда Леса Все Вырубаются Так сказать Выжигаются Распродаются И вы Говорите Значит Вы легкие Земли Уже Так сказать Уничтожили Поэтому Не пропагандировать Надо А создавать Условия Людям Для этого И для занятия Спортом И для Здорового Образа Жизни И так далее Вы знаете Что я С содроганием Узнал Что Самые Подделываемые Продукты Сегодня Подделываемые То есть Состоящие Не из натуральных Веществ Это Хлеб И мед Можно себе Представить Хлебушек Сейчас Берешь Ломать хлеба Значит Неизвестно Чем он пахнет Значит Он даже Соломой Не пахнет Ну А Подержишь Его В хлебнице Больше Двух дней Зеленые Ядовитые Такие Как На Бронзе На меде Выступают Патина Такая Зеленая Противная Медный Купорос Вот А не хлеб Черт И что Понимаете Распаковать Иногда Не успеешь Два дня Полежал Распаковываешь Ёпорос Это Все Только Значит Ворну Только На помойку Вот так Друзья Мои А Вот Я хожу Здесь Через дорогу У нас Частник Какой-то Сделал Сделал Уже Два Таких Смоленских Огромных Спортзала Семейных Там На первом Этаже Бассейн Шикарный Причем С водными Процедурами Со всякими И саункой А на втором Зал Где можно С тренажерами Огромное количество Тренажеров И все это Стоит 9 тысяч В год Абонемент Причем В оба зала Значит Заходи Наверх Потренировался В любое время С 8 утра До 11 вечера По-моему И Сиди там Сколько хочешь Сколько сердца Выдержит И желание есть Потом можешь Спуститься Значит В этот Сходить В бассейн А можешь Сегодня Например Покачаться Завтра В бассейн Сходить В саунку В этом Посидеть Пропотеть Вот этих Вот Надо поддерживать Надо им Налоги Может быть Снизить До нуля А они За счет этого Значит Предоставят Возможность Видите Вести Людям И молодежи В том числе Здоровый образ Жизни А эти Так сказать Реклама Реклама У нас хватает А возможности Нет Ни хрена У людей Вот так Друзья Так Я На словах Опять же Я рекламирую То что сказал Александр Иванович Бастрыкин Я советую Всем Поступать Так как он Сказал Я советую Значит Заняться Спортом Я советую Вести всем Здоровый образ Жизни Я советую Смотреть Социальную рекламу Значит А не смотреть Какие-то Фильмы Которые Пропагандируют Зло Насилие Кровь И так далее Вот и все Это что нормально То что я сказал Нет Это глупость Ну Александр Иванович Извините Я вас Целиком и полностью Поддерживаю Особенно если вы Продавите Так сказать В новом составе Думы Нашей Совет Федерации Надо меняться Будет Ну Президент Я думаю Такие вещи Хорошие Подпишет Ну Ура Ну Чтобы быстрее Все это было Не ждать Следующего Какого-то Массового Насильника И чего тут Говорить Ведь Я так Сидел Думал А что же Туда Вот этот Не считается Актом террора Значит А считается Частным Каким-то Случаем А что же Туда Актер Террора Значит Это что Когда Какие-то Щупальцы Из-за рубежа Тянутся Или нет Или создана Подпольная Террористическая Организация Разрабатывающая Планы Насилия Нет конечно Вот этот Вот Молодой Человек Пермский Тимур Этот Он Сам себя Вырастил Создал Свою группу В количестве Одного Человека Вырастил Себя Подготовил Себя Приготовил Оружие И Терроризировал Этот университет Пускай это На полчаса Или на 10 минут Но это Террорист И этих террористов Надо Привлекать По этой статье И уничтожать На корне Понимаете А мы Ну Гуманность Конечно Превыше всего Мы ему Отпилили ногу Теперь значит Он на одной ноге Будет Но желудок У него цел Так сказать Сердце цело Он будет Также Есть народный хлеб И пусть И пусть даже Пожизненно Получит Но Мы его Пожизненно Обязаны Теперь содержать И вот Я посмотрел Александр Иванович Бастрыкин И в 2018 году Так же Высказывался Абсолютно Один к одному Я даже думал Что это Ныне Снегод Значит О том Что надо убрать Это значит С экранов Телевидения Из интернета Сцены Вот эти Жестокости Насилие Антисоциальные Какие-то И прочее Ну А вот и ныне Там Александр Иванович Посмотрите Знаете Что вы Три года Назад Говорили Засношали Страну Засношали Молодежь Понимаете Вы Терроризируете И вас Терроризируют И будут Терроризировать Но прежде всего Нас Потому что Вы-то Защищены У вас у всех Охрана И так далее Которая Как оказывается Не спасает Как в случае С главой МЧС Никто не спас Ну что ж Друзья мои С вами был Евгений Гордеев И славного города Героя Смоленска И еще раз Напоминаю Что У нас Есть приют Котовбасия 67 Прекрасная Прекрасная Школа Можно сказать Это прекрасная Школа доброты Понимаете И мне Так сказать Пофигу Там Что показывает Какую кровь Какое насилие Я никогда Так сказать Не возьму Значит Топор И не пойду Значит Рубить соседа Значит Или Поеду В Волгоград Волгоград С автоматом И расстреляю Не дай бог Свою Альма-Матер Волгоградскую Высшую следственную Школу МВД Сера Сейчас Академия МВД РФ Ни за что Никогда Потому что У меня есть Кошечки И я прошу Вас Друзья мои Тоже проявить Свою доброту И при возможности Оказать Поддержку Нашему приюту Прислав Хоть Маленькую копеечку На содержание Дело в том Что Почему я Каждый день Об этом говорю Может быть Да потому что Они каждый день Кушать хотят Понимаете Я вам могу показать Как это все происходит Да я уже показывал У меня уже несколько С десяток Наверное роликов Есть О нашем приюте И впредь Буду Показывать Тем более Сейчас я говорю На новом Ноутбуке Который Вы помогли Мне приобрести В основном Народный Народник Как мы его с вами Назвали Компьютер Народник Потому что Народные средства Приобретен 80% Народных средств И Там мне уже Сын Сегодня поставил Программу В которой можно Монтировать Все То есть я В принципе Если бы сейчас Было время Надо бежать Так сказать Своечный магазин А дождь идет Вроде И В каждом ролике В конце Может быть Буду Кусочек Показывать Из жизни Нашего Питомника Потому что Ну заканчивая На какой-то ноте Так сказать Что где-то Кого-то убили Разрубили Съели Закопали И так далее Но это страшно Буду заканчивать Стараться На такой ноте На доброй Спасибо друзья Что вы у нас есть Что я у вас есть Тоже мне спасибо И давайте Друзья Не попадать В какие-то Жизненные ситуации Не попадать В сводки В полицейские Короче Здоровья И счастья всем Пока Субтитры сделал DimaTorzok